Достаточно скоро мы услышим какие-то очень хорошие новости по изменениям в Грузии. И самая большая сила находится в грузинских женщинах. Кромадают потрясающей энергией шахты, определенного свойства. Здравствуйте, друзья и подписчики канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан. Благодарю за то, что вы с нами. Благодарю за подписки, лайки, колокольчики и комментарии. Нам очень важна реакция вас на наш контент. Ежедневно мы пытаемся связаться с многими практиками, экстрасенсами. Связаться и спросить о том, чего же нам ждать от дня завтрашнего. Мир перевернулся с ног на голову. Война в Украине длится уже год. И очень тревожный и в то же время радостным звоночком является то, что сейчас в Грузии начались протесты, которые подняли общественность. Люди вышли на такой условный Майдан и высказывают свое негодование. Это точно не нравится Владимиру Путину. Это точно не нравится всей России. Потому что Россия считает, что со своими имперскими замашками, что любая страна должна жить по правилам, по которым живут люди в Российской Федерации. Но Грузия не Россия. Это часто также повторяют на слоганах во время этого митинга. И для того, чтобы обсудить все это с разных сторон, сейчас со мной на связи я с радостью приглашаю к нам в виртуальную студию мастера практика Оракула Шриматрика Мария Ланг, прямиком из Индии, с хорошим интернетом. Мы сегодня сможем в удовольствие вас послушать. Приветствую вас, Мария. Намасте. Намасте всем. Хочется от вас услышать, каков ваш расклад о Грузии. Помнится, мы с вами говорили о том, что должна произойти перезагрузка Средней Азии. Ничего не остается без следа. Если на одном краю земного шара бабочка взмахивает крыльями, то на другом начинается ураган. Тем более, если тут не очень большое расстояние до Грузии, всего два часа самолетом, Грузия очень похожа по психотипу, лично мое мнение, по психотипу, по темпераменту на украинцев. Грузия очень поддерживает нашу страну в войне против России. Расскажите, пожалуйста, каким образом сейчас всё это будет дальше разворачиваться и каких последствий от этого несогласия народа мы сможем увидеть. Алексей, несколько месяцев назад мы с вами делали уже расклад очень большой на несколько стран. Он есть у вас на канале. И там мы частично касались Грузии. И давайте я немножко вспомню, что показал тот расклад, потому что это важно. Тот расклад показал, что пророссийские силы очень сильны в Грузии, имеют огромное влияние. И пока что нет шансов что-то серьёзное изменить. В том числе показал, что, возможно, неспокойные моменты на границах. И что будут эти границы, в принципе, изменяться, перемещаться. И в том числе, что, возможно, внутри страны военные столкновения. Ну вот, скажем, прошло там 3-4 месяца. И вот что сейчас разворачивается. К Грузии я отношусь очень тепло. И вы знаете, у меня есть люди, скажем так, мои клиенты, которые обращаются ко мне по Юрведе. И среди них есть грузины. И вот они меня попросили, я вам хочу сказать, уже давно, ещё до расклада, который я делала с вами, посмотреть, как будут разворачиваться события в этой стране. И я посмотрела, я им тогда сказала сразу, что, вы знаете, будет война. И уже тогда мне как бы расклад показал, что неприятности начнутся с ноября. Сейчас у нас март. То есть не ноябрь, а март. То есть как бы вот эти неприятности, они усиливались. И в итоге начало, как бы сказать, проявляться уже в реальности вот эта вся неблагоприятная ситуация. Вот. Значит, что касается расклада на Грузию, вы знаете, тут матрика просто со мной начала разговаривать. Это было удивительно. И я разложила практически всю колоду. Это очень редко бывает, когда начинаешь делать расклад, и одно с другим идёт, и проявляется очень такая большая глубина. Но я, честно, хочу вам сказать, что я не уверена, что я сейчас всё вам это расскажу, потому что не все люди способны переварить и воспринять верно эту информацию. Поэтому давайте я буду смотреть, как воспринимаете вы, и в зависимости, вот вы у меня будете таким индикатором, как вы будете эту информацию воспринимать, настолько широко я её смогу развернуть. Вот. Итак, первое, что показала центральная карта расклада? Для тех, кто изучает матрику, я скажу, что на центр выпала рага нятей перевёрнутой позиции. Вы все, наверное, кто изучает, знают, что это говорит о том, что то, на что мы делаем расклад, подвержено очень сильно манипуляции извне, что отсутствует свобода принятия решений, что в настоящий момент человек, если это делается на человека, или так, как это делается на страну, в общем, является жертвой манипуляторов. И те внутренние желания и чаяния, которые есть, они не имеют возможности реализоваться, поскольку человек совершает ошибки в главных выборах своих. То есть главный выбор у нас всегда осуществляется на уровне ментальном. То есть вначале мы решаем, да, прежде чем что-то делать. И вот неправильный выбор, неправильные решения приводят к неправильным последствиям, то есть к тем неблагоприятным ситуациям, в которые попадает народ этой страны. Тогда я спрашиваю расклада, как изменить это, что сделать, чтобы вышел народ грузинский из-под такого очень сильного влияния. То есть что значит тогда жертва манипулятора? Поймите, очень важно, жертва манипулятора не понимает, что она жертва. Жертва манипулятора думает, что она действует по собственной воле. И она думает, что эта идея её, на самом деле, это идеи, внушённые изгне. И вот показано, что наилучший вариант для решения этой ситуации будет это создание какого-то нового союза. То есть если сейчас на самом деле Грузия в очень плотном союзе находится всё-таки с Россией и с пророссийскими силами в мире, то ей поможет облести самостоятельность и такую, скажем так, внутреннюю независимость от этих манипуляций именно какой-то новый брак, новый союз, который, скорее всего, будет заключён. То есть это даже показывается, что он будет заключён. Но также расклад показал, что Грузия сейчас нецелостна. Ну, это мы все знаем, что аннексирована часть территорий, по сути, как на Украине. То есть в Грузии очень параллельно Украине будет развиваться очень похожий сценарий. И я вам хочу сказать самое неприятное, что видно в раскладе, что это затянется на долгие годы. К сожалению, тут не будет чего-то стремительного и какого-то очень быстрого решения. По поводу границ Грузии и по поводу её аннексированных территорий говорится о том, чтобы эти территории вернуть, будет какая-то серьёзная внутренняя сдача экзамена на внутреннюю целостность, скажем так, сознания грузин. И, в принципе, вот эта ситуация, что не все территории грузинские сейчас в этой стране, она временна. То есть ей положен срок. То есть тут и выпадает карта времени. На самом деле всё Грузии вернётся. Уже как бы даже в судьбе этой страны очерчены чётко границы, когда это произойдёт. То есть мы можем говорить, что территории своей Грузии о себе вернёт. Единственный момент, что это не будет быстро. И насколько это вообще всё будет быстро разворачиваться, конечно, это зависит больше от людей внутри страны. Какая судьба этой страны? Судьба этой страны на самом деле проявлять свою собственную волю. Так же и как судьба Украины. То есть ей очень важно сохранять в себя свою культуру, своё наследие, свой язык, свои традиции. И вообще не подвергаться никакому влиянию до такой степени, чтобы уничтожалась её самоидентичность. То есть ни западному, ни пророссийскому, ни какому другому. Потому что в ядре грузинском очень большая сила находится. И самая большая сила находится в грузинских женщинах. То есть это невероятные женщины, которые обладают потрясающей энергией шахты, определённого свойства. И грузинские женщины тоже сыграют большую роль в изменении положения в этой стране. По сути, они и будут в настоящий момент во время борьбы оппозиции и играть вот эту главенствующую роль. Я думаю, что достаточно скоро мы услышим какие-то очень хорошие новости по изменениям в Грузии. Что касается здоровья этой страны, здоровья вообще этой нации, смотрите, это уникально, потому что здоровье грузин очень сильно зависит от их речи. Вот давайте обратим сейчас внимание, насколько сильна их речь. Давайте вспомним сейчас грузинские тосты. Самые известные тосты во всём мире. То есть когда человек встаёт, говорит тост, в этот тост плетена какая-то притча, в то же время в этот тост плетено какое-то пожелание, в какой-то степени даже заклинание. То есть глубинная сущность грузинского народа обладает магической силой слова. И вот здоровье грузин напрямую зависит от чистоты этого слова. Если они будут друг друга благословлять, желать только хорошее своей стране, своим близким, то это всё будет очень сильно и благоприятно реализовываться. То есть для грузин это очень важно, потому что именно эта нация обладает мощнейшей силой, скажем так, которая передаётся через слово, через заклинание. И это мы можем чувствовать. Поэтому мы все так любим поднимать бокал и говорить тост в грузинском стиле. Дальше. Природа. На природе Грузии очень много духовных мест. Но это все, наверное, знают, что там древнейшие храмы. Также там очень много мест и силы, где практикуют до сих пор духовные учителя. То есть я могу сказать, что 100% на территории Грузии проживают какие-то… Ну как бы в Индии их назвали ситхи или йоги, а в Грузии их могут называть каким-то другим названием. То есть это очень пожилые люди, которые обладают даром предвидения, даром мудрости, даром учительства. И благодаря этим людям природа и территория Грузии не подвергнутся какому-то серьёзному бедствию. То есть они, собственно говоря, своей духовной энергией защищают сейчас эту страну. Берегите этих людей, едьте к этим учителям, пока они ещё живы. Получайте от них знания. Это очень важно, потому что они являются проводниками мудрости вашего народа. То есть для вас это очень важно общаться с этими учителями. Даже если они находятся где-то там далеко в горах, совершайте паломничество, совершайте аскезы и получайте знания от этих мудрых людей. Далее. Грузия может избежать большого количества смертей, которые возможны при любом военном конфликте. И это только зависит от того, насколько быстро она отсечёт от себя всех негодяев. Всех негодяев — это те личности, для которых Грузия, грузинский народ не представляет никакой вообще ценности. Это просто сырьё, которое вообще не жалко, так же, как мы видим по отношению к Украине. То есть летят бомбой просто на жилые дома, и никто с этим не разбирается. То есть Грузия может это всё предотвратить и не допустить такого количества жертв, как Украине, только при одном условии. Если она как можно быстрее исключит из контактов, скажем так, плотных и влияние внутреннего и внешнего на неё, вот всех негодяев. То есть, ну, а кто негодяев, вы сами понимаете. Те, которые манипулируют и используют людей в своих личных целях ради своей собственной выгоды и совершенно как бы при этом их не интересует ни грузинский народ, ни страна, ни их здоровье, ни их земля. Ну, что касается непосредственно военного конфликта. Смотрите, он будет внутри страны. Будут какие-то взрывы, будут пожары. Пока не будет военного конфликта на границе, то есть на границе осуществляется очень хорошее руководство. То есть там военные правильную выстраивают свою тактику поведения, поэтому граница Турции в настоящий бой. Извиняюсь, Грузии, в настоящий момент достаточно хорошо управляется военными. Поэтому сейчас там не будет никаких столкновений на границе. Но, к сожалению, из-за борьбы внутренних сил этого эгоизма, то есть тут перевёрнутая ханкера и перевёрнутой огни, то есть перевёрнутый огонь. Это говорит, что огонь будет сжечь людей. То есть, возможно, да, будут столкновения, люди будут получать ожоги, травмы вследствие каких-то столкновений с огнём. В то же время я хочу сказать, что стабильность ощущениям эмоциональным и психическим грузинским людям даёт непосредственно близость к своей родной земле. Вот плоды этой земли, всё, что эта земля даёт, это позволяет людям, скажем так, поддерживать своё психическое здоровье в хорошей форме. Поэтому, грузины, когда вы переутомлены, когда у вас очень много стрессов и вы не можете справиться, я вам говорю, едьте, выезжайте с городов, едьте на природу, едьте там в свои родные какие-то сёла, в горы. То есть вам нужно... Да, благо в Турции... Ой, чего ж я всё равно Турцию сегодня вспоминаю? Это очень интересно в связи с Грузией. То есть благо в Грузии этого очень много. И поэтому тут можно сказать, что грузинский народ сам себя подпитает. Есть интересный вопрос, который мне задают многие мои подписчики по поводу Михаила Саакашвили. Что будет с ним? Не умрёт ли он в тюрьме? Нет, то есть очень многие люди переживают за судьбу этого человека. И, конечно же, в контексте расклада Грузии я и посмотрела, что происходит с ним. Итак, я могу вам сказать, что он в ближайшее время не умрёт. Более того, он будет освобождён из тюрьмы, ему будет предоставлена очень мощная защита. И, скорее всего, что он будет вывезен за пределы Грузии. А если он не будет вывезен, то он будет надёжно защищён. Я хочу сказать вам, что эта защита предоставляется уже. То есть я понимаю, что этот человек сейчас болен, но расклад не показывает какой-то трагедии или того, что он в ближайшее время погибнет или что-то плохое с ним произойдёт. Показывает наоборот его освобождение и защиту. и то, что он встретится со своими родными или со своими близкими, или со своими соратниками. То есть тут тоже идёт рукопожатие, прикосновение. То есть его кто-то заберёт из близких. То есть у этого человека должно произойти всё благоприятное. Теперь давайте посмотрим подробнее власть, подробнее силовые структуры, что происходит тут. Тут происходит следующее, что, к сожалению, власть находится очень сильно в настоящий момент под пророссийским влиянием. Я бы даже сказала, что, может быть, 90%, если не 100%, во власти, это те люди, которые лоббируют интересы не национальные, не грузинские, а совершенно другие. Есть ещё очень важное замечание, почему же начались эти митинги, потому что было проголосовано в первом чтении закон об иноагентах, что сразу же вот этот вектор движения европейский перечёркивает и ведёт в российское развитие ситуации с отсутствием максимальной демократии, с максимальным отсутствием демократии. Вот это ещё проблема. Вот почему грузины вышли. Ну, я вам хочу сказать, что это всё только начало, и всё это будет двигаться, но это не будет очень быстро, какие-то изменения, потому что на самом деле сейчас, в настоящий момент, на оппозицию выпадают карты другие. То есть это говорит о том, что она очень воинственно настроена, и вплоть до того, что она даже получила какое-то оружие. Но, к сожалению, дальше будет какой-то обман. То есть оппозицию ведут к заблуждениям. Внутри оппозиции будут какие-то оборотни, люди, предатели, из-за которых многие акции невозможно будет провести. Это раз. И, во-вторых, они сдадут людей. То есть уже сейчас внедряют в оппозицию именно предателей. И по этой причине вообще часть оппозиции может ликвидировано быть. Ну, в общем, как бы сказать, если не физически, то как-то изолировано или в тюрьму посажено, или им придётся выезжать из-за страны. То есть пока такой прям большой силы, она хочет её набрать, она пытается, но вот внедрение предателей будет этому мешать. Давайте очень интересная история с силовиками Грузии. Тут вообще, конечно, я вам хочу сказать, всё очень-очень плохо, потому что силовики Грузии — это люди. В общем, так, среди них есть люди, которые совершают какие-то магические ритуалы. Где они их совершают, я сказать пока не могу. То есть тут очень плохая идёт карма. То есть это люди-негодяи. они, как бы сказать, не внушаются ничем, чтобы сохранить свою власть и сохранить своё влияние. И в том числе они обращаются, как говорят, к чёрной магии, может быть, к каким-то российским шаманам. То есть тут идёт очень интересная связь именно силовиков грузинских с какой-то оккультной историей. То есть они у кого-то заказывают какие-то оккультные услуги. Дальше. Ну вот я посмотрела криминал грузинский. Тут вообще, я хочу сказать, всё вообще очень плохо. Во-первых, тут, смотрите, такая история, что очень много людей было убито, и их трупы не нашли. То есть это какие-то криминальные разборки. И эти люди где-то так гниют до сих пор. То есть очень много было, видимо, разборок. И много людей погибло на вот этой криминальной тропе. В том числе очень сильно видно, что идёт контрабанда наркотических веществ в Турцию. То есть очень сильно наркотрафик вот. Наркотрафик процветает. Теперь я могу сказать, что большая сила находится у предков. То есть грузины должны обращаться к своим предкам. Они поддерживают этот народ, они поддерживают эту землю. И я хочу сказать, что очень много грузин, которые выехали в своё время в США, они окажут Грузии очень большую поддержку. То есть вот эти диаспоры, которые находятся именно в США. Что касается Европы, Европа такая, она хоть бы на Украину поддержала по-нормальному. В общем, тут на Европу особо надеяться грузинам не надо. Тут единственные мощные карты выпадают на Америку. То, что оттуда пойдёт большая помощь. Ну, конечно, нужно выходить из-под этого пророссийского влияния. И вы понимаете, тут какой момент уже вот в раскладах. Ничего нельзя сделать насильно. То есть если большинство людей ментально считают идеологию России, хорошей, пригодной для жизни, и им она родна в душе, и если этих людей в стране большинство, то никакая революция, оппозиция или внешнее влияние ничего изменить не могут. Поэтому и разрабатываются вот эти все системы идеологические. То есть самая главная война, она идёт в медиапространстве. И кто завладеет душой и умами людей? Собственно говоря, потому что это не просто… Это, понимаете, создаётся некое энергетическое поле. Это создаются определённые грегоры. Поэтому если грегор вот этой идеологии пророссийской очень сильный, то нужно вначале работать с тем, чтобы этот грегор ослабить, чтобы у людей поменять мышление, чтобы у людей поменялись взгляды. А для этого им нужно показывать не только российские каналы, они должны иметь возможность, как бы сказать, смотреть разное и смотреть мнение, чтобы не было такого выбора без выбора. Потому что очень часто у людей именно получается выбор без выбора. Это и есть навязывание. Поэтому просто прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь к тому, что говорит вам ваша родная земля, что говорят вам могилы ваших предков, что говорят вам ваши старцы, живущие в горах. Вот это надо слушать, а не то, что там вы читаете в интернете или слушаете из телевидения. То есть очень печально, что большая часть пожилого поколения, ну скажем так, более старшего поколения, очень сильно как раз подвержена воздействию этих эгрегоров. Хотя это печально, потому что старшее поколение должно в данном случае проявить какую-то мудрость и задуматься, как бы сказать, глубже и дальше. Но тут в основном надо думать о молодёжи, потому что молодёжь, она имеет более широкий диапазон и знаний, и сознания, и возможностей. Поэтому я думаю, что тут больше надо думать о том, что молодые люди принесут изменения этой стране. Там как раз на фотографиях и на видео очень много молодых людей, которые участвуют в этих протестах. И что интересно, вы вначале сказали о том, что большая сила, большая грузинская сила заложена именно в женщинах. Я удивился, когда увидел на фотографиях большое количество таких воинственно настроенных женщин, которые максимально контактируют с силовиками. Была одна очень красивая фотография, ну вообще похожа, как на фотографии тех событий, которые были на Майдане, где женщины максимально близко подходят к силовикам и стоя у их щитов рисуют сердца, грузинские флаги. И женщину эти, вот что меня впечатлило, что женщину, которая стоит напротив силовиков, эти мужчины в амуниции, они боятся. Вот она стоит напротив, и они ее боятся, потому что они ни одним своим жестом не показывают, что они сейчас могут применить агрессию, они никаким образом не выливают. Возможно, это... Связано ли это еще с образом матери, сестры, жены? Может, грузинские женщины могут еще и повлиять на силовиков, а это же тоже их братья-мужья, повлиять изнутри, чего мы очень хотели, чтобы произошло в Беларуси? Как просто... Как чувствуете... Грузинские женщины — это самое ценное богатство этой страны. Они обладают очень мощной энергией, и они сделают очень много для своей страны. Мария, а интуитивно как вы чувствуете, Грузия тоже будет камнем, о которой, как и об Украину, споткнется Россия в ближайшее время? Это доставит? Она уже споткнулась, и по факту просто требуется время, понимаете, как сказать, перемелется мука, будет, но мы не можем использовать методы такой же агрессии, как использует Россия. Поэтому нужно использовать цивилизованные методы, когда действительно люди постепенно начинают прозревать, что-то менять, больше молодёжи подключается, когда вот этот эгрегор, он сам по себе естественным образом ломается, в какой-то критический момент он развалится, и люди проснутся, и вообще это будет новый день, новая страна. Вот. И желательно, чтобы избежать сценария кровопролитного, нужно убрать всех негодяев со всех сторон, которые будут подстрекать к тому, чтобы действительно эту кровь проливать. Желательно всё-таки пойти экологическими методами и просто силой воли, понимаете? Ведь энергия, она гораздо сильнее оружия. Это самая сильная энергия. Самое сильное оружие — это энергия. Оно способно прожигать любые препятствия. Просто люди не знают, как этой энергией пользоваться. А вот у грузинских женщин оно заложено на подсознательном уровне. И они могут как раз это сделать и применить. То есть им нужно собираться в круги, им нужно делать определённые практики. я думаю, что есть возможность переломить этот сценарий, чтобы не допустить больших жертв и чтобы Грузия всё-таки стала Грузией, а не чьим-то там... Скажите, напомните, вот в вашем оракуле Шриматрика временные рамки мы можем сейчас очертить? Как вы, как практик, можете сориентировать в ближайшем будущем? Через три месяца мы можем увидеть какие-то кардинальные изменения в политической ситуации Грузии, где вот оппозиция сейчас настроена так решительно? Нет? Нет, 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 нет. Давайте посмотрим, что будет через полгода. Я бы не давала две месяца. Давайте посмотрим, что будет через полгода, а дальше вернёмся к этой теме. Вот так. Спасибо. Потрясающе всё записал, слушая ваш расклад. Дорогие друзья, особенно если среди наших зрителей сейчас по ту сторону экрана есть грузины, напишите нам, что вы думаете о раскладе вот на ближайшее время, на условное ближайшие полгода. Напишите о том, как обстоят дела у вас сейчас действительно внутри страны с оппозицией, с молодёжью в оппозиции и даже с старшим поколением тоже с хорошо настроенными оппозитивными мыслями. Потому что существует, конечно, такой стереотип, что старшее поколение, оно держится за старое, хочет, чтобы было по-старому, но мы видим, как всё меняется и сейчас большинство молодёжи подталкивает своих родителей к тому, что нам нужно что-то менять, менять уклад, менять устрой, и не возвращаться к постсоветским моделям жизни, которую сейчас навязывает Россия. Спасибо вам большое за расклад. Да, Алексей, спасибо и вам большое, и всем женщинам, и Грузии, и Украины, ну и других стран, и национальности, я хочу сказать, что очень важно работать над своей энергией, потому что женщина, она обладает очень мощной силой, и если она не использует эту силу правильно, эта сила может начать разрушать её через болезни, через личные неприятности. Поэтому, дорогие женщины, у меня в октябре намечается ретрит, который называется «Сила шахти». Он говорит о том, мы будем учиться, как аккумулировать эту женскую энергию и как её распределять на благо и себе, и своей семье, и всему миру. И ретрит этот будет проходить в Индии, в земле, Раджхутов, в очень интересном месте, в горах. В общем, кому хочется поучаствовать, вы можете мне писать, и я приглашаю вас. А если это ещё и грузинские женщины, представьте, как это удвоит их силу после ваших практик. Друзья, если вас заинтересовало вообще в принципе понятие «Оракула Шримадрика» или у вас есть любые вопросы касательно Аюрведы, мы оставим все ссылки под эти видео, ссылки, по которым вы сможете связаться с Марией Ланг, задать ей любые вопросы и получить на них ответы. Также оставляйте свои вопросы в комментариях, мы тоже их читаем и составляем картину, сопоставляем картину, потом, при следующей встрече с мастером, задаём ваши самые интересные вопросы. На этом пока что всё. Мария, благодарю вас. Вы смотрите канал People Life, оставайтесь с нами. Мы Грузии, в стране под названием Сокотвела. Сейчас они очень тоже так часто напоминают о том, что это старое историческое название страны. Грузинам мы желаем удачи и сил. Это подъёмно, это возможно. И грузины показывают сейчас суперсилу, потому что, когда их что-то не устроило, даже когда президент накладывает вето, или даже когда вроде бы отменяется этот закон, они не идут домой. Была хорошая иллюстрация, когда показывают Красную площадь в Москве и им подписано, вот что происходит, когда с россиянами поступают низко, подло и делают всё за их спинами, и вот что происходит в Грузии, когда тут людей что-то не устраивает. Люди выходят на Майдан, на свои, на площади и меняют свою жизнь своими же руками. И это супер, это сила. Благодарю вас, вы смотрите People Life, оставайтесь с нами, в следующих выпусках будет ещё интереснее, не забудьте подписаться. Меня зовут Алексей Курбан, оставайтесь с нами, рады вашей компании. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин